главным событием которое про должно было произойти в эти выходные и которые ожидали все игроки как мирового рынка так и российского рынка это конечно же заседание опек плюс и на этом заседании должно было решиться дальнейшее либо снижение код на добычу нефти либо оставление их на прежнем уровне сегодня вышли результаты данное знать заседание и давайте с вами обсудим посмотрим с вами котировки нефти посмотрим котировки нефти на российскую марку euros и в целом какие события предшествовали тем то скажем котировкам которые мы наблюдали еще в пятницу на которых котировки нефти достаточно неплохо отскочили все это мы обсудим в этом видео смотрите это видео до конца не перематывая и вам все станет предельно понятно перед началом видео хочу напомнить кто еще не поучаствовал в данной акции партнер канала банкинков предоставляет уникальную возможность вам моим зрителям зрителям моего канала а также подписчикам заказать карту кредитную карту тинькофф платинум с отличным бонусом тратите в первый месяц 7000 рублей на ваши привычные покупки ну скажем к новогодним праздникам либо подарки либо на те же самые продукты тратите 7000 рублей и 3000 рублей в виде кэшбэка в рублях вам возвращается на карту а также подключается при соблюдении данного слоя бесплатное обслуживание навсегда это беспрецедентная акция которая специально для вас для моих зрителей моего канала предоставляется акция носит временный характер поэтому прямо сейчас опускайтесь под видео в описании там будет ссылочка и успевайте воспользоваться данный крут и данным крутым предложением получить такой подарок к новому году а ну вспомним с вами на чем собственно падла у нас нефть в основе своей конечно же это на статистике пока виду в китае который безусловно перешел в более такое обширное распространение и что за собой повлекло вот ограничений то есть вводили локдауны локдауны в некоторых городах китая что собственно замедляла экономику китая и соответственно влияло на потребление как ресурсов энергоресурсов так и в целом сырья на с мирового рынка в том числе из российского рынка она как мы все с вами знаем в буквально на прошло на прошедшей неделе дав в конце то скажем торговой неделе поступили данные о том что виду ослабление ограничений пока виду да в китае начали снимать данные локдауны что конечно же позитивно повлияло на рост цен на сырье рост на цены энергоносителей в том числе мы увидели с вами довольно неплохой оскок по рынку нефти да мы видим а после того как пробили данное нижнее значение о котором мы с вами обсуждали предыдущих видео находящийся на уровне 83 доллара за баррель нефти марки brent мы увидели с вами достаточно неплохой откуп от этого значения и достаточно неплохой отскок вверх на чем собственно этот оскок отскок у нас на нефти остановился да давайте с вами вспомним что у нас произошло 4 декабря 4 декабря евросоюз об упу и опубликовал уже в официальном журнале решение о ведении потолка цен на российскую нет а если говорить о предыстории то евросоюз уже пытался да быстро то скажем разработать данное ограничение но ввиду каких-то таких нюансов внутри евросоюза до отсутствие единого мнения в разных государств разных странах до евросоюза это решение откладывали но а буквально через день через два после откладки до этого решения евросоюз снова подхватил эту идею и уже более в быстром темпе начал это решение согласовывать и 4 декабря уже приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть что там прописывается давайте с вами почитаем запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь посреднические услуги финансирования или финансовую помощь связанной с торговлей посредничеством или транспортировкой в том числе путем перевалки судно на судно а в третьей страны сырой нефти или нефтепродуктов которые происходят из россии или были экспортированы из россии говорится в этой публикации и а следовательно европейский союз а следом за ним большая семерка и австралия согласовали ограничения цен на нефть из россии а она собственно касается морских перевозок и вступит в силу с 5 декабря то есть уже на следующей неделе с понедельника а это для сырой нефти из 5 февраля для нефти продуктов в дальнейшем потолок цен предлагается регулярно пересматривать то есть также как происходит допустим заседание опек с определенной регулярностью ну и естественно россия на все это обозначила со своей стороны что не станет экспортировать нефть страны которые устанавливают лимит цен не по 60 долларов по лимиту которые установили за баррель не по любой другой стоимости а ну а теперь предлагаю перейти к бесплатному телеграм-каналу моего подписаться на который вы можете по ссылочке в описании под видео а также в первом закрепленном компьютере к этому видео здесь выкладываю все важные новости оперативно отчетность по многим компаниям и также все важные новости которые выходят в сфере то скажем экономики финансов и фондового рынка непосредственно которые влияют на наш рынок здесь я а сразу же разместил новость касательно решения опек которую сегодня нам предоставили да и что здесь прописывается смотрите опек плюс решил сохранить текущие квоты на добычу нефти министры опек плюс приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти а и следующая встреча министерского монитор мониторингового комитета опек плюс назначена аж на 1 февраля 3 июня очередная конференция опек а полноформатная встреча министров опек 4 июня сообщали а сообщили источники то есть иными словами те квоты которые принимали ранее то бишь 5 октября квоты на добычу нефти снижения на 2 миллиона баррелей в сутки эти условия сохранили но что здесь хотелось бы отметить мы с вами буквально на предыдущий на этой неделе до середине недели по моему слышали такую новость на чем собственно нефть у нас устремилась вверх о том что планируется скорее всего членами опек более глубокое сокращение добычи вот эта новость которая закладывалась в рынок и стала основным драйвером для отскока нефти но здесь хочу отметить что многие считают что так как опек сохранили вот это сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки которая была принята 1 октября она будет являться положительным моментом но хочу сказать что рынок как раз таки в закладывал в котировке нефти именно увеличение вернее более глубокое сокращение нефти добычи нефти до более глубокое сокращение квот на добычу нефти которая была пресс-релизом то скажем в новостном фоне но а по факту мы сейчас вами наблюдаем тот момент что этого по факту не состоялось то есть более глубокого сокращения не признали и оставили те условия которые были признаны 5 октября на том же уровне по моим мнению конечно же это будет негативным моментом потому что рынок переоценил до сокращения и закладывал в котировке более глубокое сокращение но по факту мы этого не увидели а теперь давайте с вами посмотрим на котировки нефти да у нас мы с вами знаем да есть разные сорта нефти это бренд в это американская вот бренд это скажем наиболее ликвидное более чистая нефть до вт а это уже идет американская нефть и есть юрос юрос это российская марка которая торгуется конечно же с дисконтом по отношению к бренд и в этой давайте сразу взглянем с вами на котировки юрос это спотовые цены да и они настоящее время находится на уровне 65 и 6 65 целых шестьдесят семь сотых долларов за баррель марки юров соответственно здесь говорит о том что вот отведенный потолок цен в на уровне 60 долларов он не особо то скажем критичным является для то скажем тех же самых стоимостных цен марки российской нефти до юрос то есть мы сейчас видим что в принципе всего лишь на 5 долларов всего лишь превышает спотовая цена на нефть марки юрос но здесь нужно понимать что это в спотовые цены спотовые цены они всегда дороже чем контрактные цены то есть мы с вами понимаем что то цена как по которой поставляют наши российские экспортеры за границу эта цена будет ниже даже возможно 60 долларов да то есть и потолок цен которая именно говорит нам о том что 60 долларов это предел самый он самом деле не является таким критичным то есть это мы тоже должны с вами понимать и возвращаясь к графику нефти до бренд что мы здесь с вами видим во первых мы здесь с вами ранее обсуждали как следующий момент именно с технической точки зрения на уровне 63 у нас есть поддержка давайте обозначим то есть уровень 63 у нас по марке бренд достаточно серьезно поддержка это та поддержка от которой у нас от купили все проливы которые происходили ниже данной поддержки на к видных ограничениях в китае сейчас данная статья которая была бы таким весомым давлением на котировки нефти и в целом на сырье она нас отошла на второй план и мы видим у нас образовался такой некий боковик нижняя сторона которой нижняя граница 93 но а верхняя граница которого составляет уровень 99-100 доллар за баррель нефти также мы здесь можем с вами обозначить сопротивление на уровне 90 это сопротивление которое сформировалось после предыдущего боковика который был на уровне 90-100 вот этот боковик и а здесь у нас на уровне 83 85 зона покупателя сформировала зона покупателя от которой у нас шла волна вверх что я ожидаю и чтобы я ожидал в понедельник во первых понедельник скорее всего из-за того что рынок вернее заседание опек не оправдала так скажем тех мыслей и тех то скажем мнение игроков до касательно более глубокого сокращения добычи отреагирует котировки нефти скорее всего снижением и снижение будет как раз таки на вложь на тест данной границы 83 а к тому же здесь у нас остался не проторгованной гэп не проторгованной котировки в районе как раз таки 8 83 долларов и а я в понедельник ожидаю поход нефти именно к этому диапазону но а соответственно наш рынок который является сырьевым до фондовый рынок он будет реагировать на данное снижение и как мы все сами знаем уже по сложившейся традиции в понедельник у нас фондовый рынок также начинается при открытии со снижения и я думаю а как раз таки этому снижению и поспособствует снижение котировок по нефти и в целом по сырью ребят в следующем видео с вами обсудим график индекс московской бирже посмотрим с вами основные бумаги посмотрим с вами отчетность я также всю отчетность выкладывал по различным компаниям в бесплатном telegram канале подписаться на который вы уже знаете где в первом закрепленном комментарии под видео также в описании под видео обязательно подписывайтесь там вся важная информация но а кто впервые на этом канале обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик пишите комментарии ставьте лайки тем самым вы поможете продвигать мне мой канал ну а с вами я прощаюсь увидимся в следующем видео с вами на котором будем обсуждать наш фондовый рынок это еще один то скажем стимул для того чтобы подписаться и нажать колокольчик чтобы вам приходили уведомления когда выходят новые выпуски ну а с вами был дмитрий шеф всем пока пока